Как Соединенные Штаты сейчас смотрят на ситуацию между Арменией и Азербайджаном? И что значит этот визит Пелоси на самом деле? То есть если Соединенные Штаты хотят лояльности Китая в войне между Россией и Украиной, то какой был смысл дразнить Китай в этой ситуации? И выясняется, что это делается не для Украины и не для того, чтобы показать, кто хозяин в доме, как они любят на эту тему спекулировать. Это показывает о том, что идут выборы. Я хочу, чтобы вы понимали и не обманывались. В Соединенных Штатах идут выборы. Выборы будут через два месяца. По опросам последним демократы должны проиграть Конгресс, потерять. Настя Пелоси потеряет свое кресло и после этого наверняка она уйдет на пенсию. Но для того, чтобы хотя бы сделать что-то такое, чтобы помочь или подсластить пилюлю, или может быть как-то защититься, или может быть не проиграть, нужно сделать какие-то успехи на внешней арене. Я хочу, чтобы вы понимали, вы, республиканцы, всегда были сильны во внешней политике. Потому что основные спонсоры республиканской партии работают за границей и делают большие деньги. Поэтому, конечно, политический стеблишмент всегда защищает и военным путем, и политическим путем. У демократов не так много спонсоров на внешней арене. Они есть, но не так много. У них очень большие позиции здесь внутри страны. Малый и средний бизнес – это в основном сторонники демократической партии. А штат Калифорнии, откуда сама Нэнси Пелоси избиралась, это в основном, там находится армянская лобби. Более миллиона армян проживает там. И поэтому в основном эти конгрессмены и сенаторы, это как раз-таки нуждаются в голосах армянской диаспоры. И учитывая, что выборы, которые сейчас проходят, и для этого, а Калифорния – это самый большой штат Соединенных Штатов Америки, там больше всего конгрессменов по квоте и больше всего сенаторов. И исходя из этого, поэтому именно уделяется такое огромное внимание, и далеко не случайно в составе ее делегации, как раз-таки конгрессмен армянского происхождения. Вместе ее сопровождают и представители армянской диаспоры здесь в Калифорнии, сопровождают ее. Поэтому этот визит в данном случае рассматривается только через призму выборов Соединенных Штатов. Потому что никакого прикладного значения не будет иметь ни к армяно-азербайджанскому кафлинику, потому что нет никаких рычагов влияния у Соединенных Штатов. И конкретно у Нэнси Пелоси в этой ситуации. И плюс мне надо рассматривать, что это как будет политика Соединенных Штатов в этом вопросе. Это конкретно политика конкретных представителей демократической партии, лидеров демократической партии. Да, Нэнси Пелоси – одна из ближайших подвинежек Джо Байдена. Но это я рассматриваю только через призму проходящих здесь демократических выборов. Точно так же, как и ее визит на Тайвань, который не дал никаких результатов. Никаких результатов он не дал. Он лишний раз просто спровоцировал определенный дипломатический конфликт между Китаем и Соединенными Штатами. И надо же, когда что-то делается, надо же видеть, какой будет этот результат. А это делается для того, чтобы показать вот здесь, в США, что, посмотрите, мы Китая не боимся. Потом после этого, это же одновременно с этим была ликвидация этого Аль-Завахири, который пришел на место Бен Ладена. Вот видите, мы и врагов Америки убиваем где надо. И плюс, вот, посмотрите, мы поддерживаем Армению в этом вопросе. Поэтому вы давайте голосуйте за нас. И все. А как только выборы пройдут, я вас уверяю, вот, пригласите меня в студию, и вы увидите, эта тема будет точно так же. Они спекулируют на этой теме 24 апреля, касательно, ну, когда в Калифорнии им нужны голоса нужны, или когда вот на промежуточных или на пробезенских выборах. Но в предметной плоскости совершенно это не геополитический интерес. Я хочу, чтобы вы понимали, визит Нэнси Пелоси на Тайвань, это не представляет геополитическую... То есть это не с точки зрения геополитики. Потому что с точки зрения геополитики это делается по-другому, и это делают совершенно другие люди. Вот, например, сегодня в Украине идет геополитическая война, и потому что и все, что происходит в мире, и перспектива будущего мироустройства, как раз-таки сегодня зависит от того, куда качнется маятник. А вот визит Нэнси Пелоси, он в первую очередь связан с последней эскалацией на границе Азербайджана и Армении, и она конкретно демонстрирует свою личную поддержку Армении в этой ситуации. Ну, насколько эта личная поддержка отвечает интересам стратегических в самих Соединенных Штатах, мне трудно ответить. Для этого не нужно. Точнее, мне легко ответить. Просто объяснить ее точку зрения мне очень трудно, как по Америке, если вы посмотрите, что там происходит сегодня. Вот представьте себе, вот смотрите, парадоксальная ситуация. Армения в войне с Украиной поддерживает Россию. Она член ОДКБ. Вспомните его приезд во Владивосток и его диалог с тем же Путиным, Пашиняном и Путиным. Когда Пашинян с пеной его так говорит, уже сотни тысяч россиян и бизнесменов приезжают в банки. Все приезжают в Армению, потому что граница закрыта, и они все идут туда. А Путин его уточняет, говорит, нет, не столько, а он называет конкретную сумму. То есть он тоже контролирует, там побольше, он сказал. Потому что он прекрасно понимает, сколько засланных казачков он также туда направляет. И это говорит человек, который является стратегическим партнером России. И сегодня Нэнси Пелоси, который с пеной у рта рубашку рвет за Украину, приезжает туда и поддерживает стратегического партнера России. Против кого? Против Азербайджана, против Азербайджана и против Турции, которая в войне Россия-Украина находится на стороне Украины. Простой вопрос к вам, украинцам, к вам, журналистам, которые вот выходите. Я в последнее время очень внимательно наблюдаю за вашими каналами. Я вам честно скажу, уважаемый, я очень расстроен. Вполне серьезно говорю вам, потому что очень много я вижу. Конечно, это не касается всего украинского общества и всего экспертного сообщества. Мастер своей, вы на стороне. Вы понимаете, кто сегодня ваш друг, а кто ваш враг. Но очень много мусора в вашем информационном пространстве. Вот на секунду представьте себе, если сегодня в Азербайджане, вот все азербайджанское общество поддерживает вас. На всех азербайджанских социальных счетах, включая вот на моей странице в Facebook, вы всегда увидите, особенно во время начала войны, украинский флаг. Украинский флаг и поддержка Украины. Митинг 100-тысячного посольства Украины в городе Баку, когда вот 24 февраля это все началось. То есть такого вы в Армении не видели. И когда это все происходит, это все есть, вы как хоть раз слышали в Азербайджане, где-нибудь, на телевидении, в журналистском сообществе, в экспертном. Вот я выхожу на ваши экраны с 24 февраля безостановочно в ваших эфирах. Мы выходим постоянно, и мы постоянно говорим славу Украине, и поддерживаем вашу страну, и вся страна, весь народ нас поддерживает. И вдруг мы говорим, Крым – это Украина, Тамбасс – это Украина. И теперь поставьте на одну сторону нас, мы смотрим на ваши каналы. Ну, во-первых, этих флагов Азербайджана в ваших социальных сетях со стороны Украины не видит. Сегодня мы видим совершенно другое. Мы видим, что очень многие выходят на экраны и говорят, Азербайджан – агрессор. То есть посмотрите, как идет ситуация. Азербайджан делает то, что не можете сделать вы. Азербайджан уже, ну, грубо говоря, ДНР, ЛНР – это НКР. Вот это дурацкая аббревиатура. Азербайджан освободил Нагорный Карабах на 95%. Вот то, что вы хотите сейчас сделать с Донбассом искренне. У вас еще это пока не получается. Азербайджан уже вышел к границе. Вот представьте себе, вы вышли к границам России, на Донецкой, Луганской области, которые сегодня вы не контролируете эту границу. Азербайджан туда сейчас вышел. Там нету делимитации и демаркации. У вас с Россией нет делимитации и демаркации. И теперь вы освободили Донбасс полностью, да, и Луганск. И сегодня там, вот 8 лет, что говорят? 8 лет украинцы там то делают геноцид русского народа, то третье, четвертое. Пошло, поехало. Да вот эти все тезисы. Вы хоть раз слышали от одного азербайджанца такие тезисы? От Рамису Юнусу вы эти слышали такие тезисы? Нет. А почему я, Рамис Юнус, должен слышать с утра до вечера на ваших каналах? Но я не говорю на некоторых каналах. Они выходят и говорят о том, что сегодня вот Азербайджан является агрессором. Азербайджан делает... Почему территориальная целостность Украины важна, а территориальная целостность Азербайджана чем-то отличается? На 91-й год мы говорим возврат к 91-му году. Вот то, что сейчас произошла эскалация, это произошло на границе между Арменией и Азербайджаном. Вот то, что ваша перспектива ожидает. Вы когда освободите Донецк-Луганск, выйдете к границам с Россией, вы должны будете эту границу делимитировать, демаркировать. Да где в России, где Украина, правильно? И Россия скажет, нет, это наша территория. А вы скажете, нет, так, карта... А как будет? На основании чего вы будете делать? На основании карт 91-го года, когда вас приняли в Организацию Объединенных Наций. Вот Азербайджан предлагает это Армении. А почему 30 лет назад, 30 лет назад, так же, как 8 лет назад у вас в 2014 году отобрали территорию, а 30 лет назад у нас отобрали? Вот смотрите, там Кельбаджарские, Лачинские, вот эти Зангеланские, все эти районы, которые приграничены с Арменией, они были все у них под оккупацией. Почему тогда на СП Лосе не приезжало? Почему тогда на украинских каналах никто не выступал? Это же агрессия против страны. Это Карабаху вообще не имело никакого отношения. Они сделали 7 районов вокруг Карабаха, как буферную зону. Это знаете, на что похоже? Грубо говоря, вы сейчас взяли, освободили Харьков, Донецк, Луганск, все, и вы пошли захватили Курскую, Белгородскую, вот эти все территории, вы сделали как буферную зону. То есть вы уже зашли на чужую территорию. Лет 30 лет назад они это сделали. Два года назад мы это освободили за счет гибели наших героев. Или наши герои не такие герои, как ваши герои? Я хочу, чтобы вы задавались этим вопросом, прежде чем вы будете выходить, многие, да, и когда будете задавать эти вопросы. Это к вопросу очень серьезно, потому что они будоражат общественные мнения. Да, я вам честно скажу, это, конечно, в массе своей негативно влияет, но в любом случае, ну, люди, которые дважды два знают, что такое четыре, например, ваш президент Зеленский, такое себе не позволяет, политическое руководство не позволяет. Но хотя иногда бывают такие люди, которые находятся в его ближайшем окружении. Один из них, например, секретарь Совета Безопасности Данилов. Он буквально недавно на одном из каналов сказал, что Азербайджан начал военные действия в отношении территории, которую считает своей. Вот теперь считайте на секунду, секретарь Совета Безопасности Азербайджана возьмет и скажет такое. Украина сегодня в Донбассе, в Луганске, делает военные действия, вот в отношении Херсона, например, да, или делает военные действия, которые она считает своей. Как это будет воспринято вашему обществу? Негативно? А почему вы считаете, что в Азербайджане должно восприниматься положительно? Поэтому я призываю, опять же, украинцев, всех украинцев, которые сегодня ведут экзистенциональную войну, понимать, кто на вашей стороне, кто не на вашей стороне. УАМ, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова не просто так был создан как политический союз в свое время. Потому что Приднестровье – это Молдова, Крым и Донбасс – это Украина, Абхазия, Южная Афетия – это Грузия, Нагорный Карабах – это Азербайджан. И вот поэтому эти страны и объединились, политический союз, против главного врага, который это все сделал, который сидит в Кремле. Кукловод там сидит. А когда сегодня, вы начинаете... Должен говорить спасибо. Не останавливал специально, чтобы вы всю свою... В-первых, я вас благодарю. Я вас благодарю, что вы меня не перебили, а остановили. Отдаю должное вашей деликатности, потому что это очень болезненная тема. Я благодарю, что вы дали возможность на этом сказать. Потому что я на любовь отношусь к вашему, к Украине и к вашей борьбе. И просто я хочу, чтобы вы понимали бы, как неправильно иногда бывает такое, что хорошо Рамис Винус все понимает. А как народ... Ваша позиция озвучена. Не комментирую, потому что по долгу моей службы, так сказать, не комментировать, а получать от вас эту информацию. Рамис Юнус, американский политолог в Этере Апостров ТВ. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры создавал DimaTorzok